Говорят, не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт, а пока наоборот, только чёрному коту и не везёт. Этой шутливой песней вокальная студия премьера открывает тематическую программу «Четвероногие друзья». Главные герои праздника в Центральном парке – животные. Одни здесь для того, чтобы показать зрителям свои таланты и умения, другие – найти любящего хозяина. Волонтёры благотворительного фонда «Лахмады-друг» и Центра стерилизации и социальной адаптации знакомят горожан со своими питомцами. Мы взяли всего четыре кошечки, потому что на улице достаточно прохладно, их здесь долго держать нельзя. И вот собачки у нас пришли. Остальные в Центре, у кого есть желание, могут прийти посмотреть их там. Центр стерилизации и социальной адаптации работает в Заречном уже семь лет. Изначально рассчитанный всего на 20 мест, Центр опекает в десятки раз больше питомцев. Сейчас на попечении добровольцев 180 собак и кошек. В целом же за время работы Центра волонтёры спасли 2400 животных. Бездомных четвероногих приютили, вылечили, обработали, привили, многим нашли постоянный дом и любящих хозяев. Каждому питомцу Центра требуется не только уход и забота, но и правильное кормление и лекарства, и услуги ветеринара. Всё это – немалые материальные затраты. Между тем волонтёры Центра и благотворительного фонда «Лохматый друг» – добровольцы, работающие бесплатно и нередко вкладывающие собственные средства в уход за животными. Помогают и неравнодушные зареченцы – денежными пожертвованиями, кормом, предметами ухода. Теперь волонтёры получили поддержку и на уровне отрасли. Госкорпорация «Росатом» выделила благотворительному фонду «Лохматый друг» 100 тысяч рублей на приобретение корма для питомцев Центра стерилизации и социальной адаптации. Мы хотим поблагодарить Госкорпорацию «Росатом» за то, что они нам помогли в закупке корма. 46 мешков 15-килограммовых корма у нас теперь есть, и два месяца мы можем не думать о том, чем кормить собак. Огромное спасибо за такую помощь. Спасибо горожанам за то, что тоже нас всегда поддерживают. Вместе мы спасём больше. Помощь бездомным животным стала одной из главных тем праздника «Четвероногие друзья» в парке Заречья. В беседах с гостями специалисты рассказывали интересные факты о домашних питомцах, учили понимать их настроение. А самое главное – помогали взрослым и детям ещё раз осознать, что животные – это не игрушки. Человек изначально живёт бок о бок с животными и должен очень ответственно относиться к этому. И хотелось бы, чтобы наши жители, побывав на этих мероприятиях или услышав о них, всё-таки об этом лишний раз задумались. Что каждое животное, которое выброшено на улицу, оно становится бездомным. А в наше время это, в принципе, недопустимо. Нельзя предавать животных. Их нужно уважать, ценить и любить. Так они станут полноправными членами семьи и подарят в ответ на заботу своё тепло. В этом убеждена Анна Рудакова, основатель единственного в России реабилитационного центра филинотерапии, то есть лечения кошками. Очень много целебных качеств кошки за собой несут. Они могут нам мять своими коготочками, мурлыкать. И учёные выяснили, что кошки помогают. Можешь погладить, глади, глади, подходи. Вот видишь, сразу ручки детей тянутся. То есть они помогают детям, как и взрослым, чувствовать себя спокойней, регулируют нашу нервную систему. То есть и филинотерапия, как дополнительное такое, знаете, средство общения детей с животными. И уже на протяжении года мы занимаемся этим в городе Пензе. О плюсах содержания домашних животных Анна Анатольевна знает очень много. Однако любит своих хвостатых не за их полезные качества, а просто так. За то, что они у неё есть. Если и вы хотите стать верным другом кошки или собаки, добро пожаловать в Центр стерилизации и социальной адаптации «Лохматый друг». Каждый четвероногий питомец очень ждёт своего хозяина.